Город воинской славы Тверь посетили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Наш город стал одной из точек маршрута автопробега под названием «Дорогами Победы», организованного в памяти о погибших в Великую Отечественную войну и в поддержку специальной военной операции. Подробности у нашего корреспондента. Впервые автопробег проходил в прошлом году и был приурочен к 80-летию Сталинградской битвы. Тогда депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетили 12 регионов. В этом году их количество увеличилось. Маршрут был построен через города воинской славы и доблести. Среди них Тула, Лийский, Краснодар, Ростов-на-Дону, Севастополь. Стартовал автопробег 8 июня. 20 участников преодолели более 5,5 тысяч километров на шести личных автомобилях, украшенных патриотической символикой. Гости из северной столицы убеждены, что работа по сохранению исторической памяти и правды о войне должна находиться в центре внимания в том числе и депутатов представительных органов. Мы видим простых жителей, которые приветствуют всегда участников автопробега. И очень важна та смысловая нагрузка, которую мы вкладываем в этот пробег. Это, безусловно, память наших героев Великой Отечественной войны и поддержка участников специальной военной операции. Тверь стала финальной точкой на обратном пути автопробега. Например, освобождение Калинина стало одним из важнейших и решающих событий в битве за Москву. Мы проехали 19 регионов. Из них 4 – это новые наши регионы. Мы были в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской области и Запорожской области. Тверь выбрана, конечно же, не зря. Это город воинской славы. Здесь проходили очень серьезные сражения. И Тверская земля полнится своими героями, своими защитниками Родины. В столице Верхней Волжи гости Санкт-Петербурга совместно с тверскими коллегами возложили цветы и венки к смолинскому захоронению. Далее для участников автопробега была проведена экскурсия по зданию нашего регионального парламента. Советник председателя законодательного собрания, депутат шести предыдущих созывов Владимир Данилов рассказал гостям об истории и современной деятельности высшего законодательного органа власти Верхней Волжи. А финальным пунктом мероприятия стало возложение цветов к стеле «Тверь – город воинской славы». Председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и другие депутаты, приветствуя участников автопробега, отметили, что между нашими парламентами давно сложились хорошие рабочие отношения. Задача, которую ставит перед нами президент, которую ставит перед нами руководители наших регионов о сохранении памяти наших предков, которые защищали интересы нашей страны. Эта память будет сохранена, это мероприятие, этот автопробег доказательством тому является. Договорились уже сегодня здесь о сотрудничестве. Будет составлена дорожная карта о взаимоотношении, о проведении совместных мероприятий, об обмене опытом по совершенствованию законодательства наших регионов. В том числе речь шла о мерах поддержки наших бойцов и их семей. Эта работа ведется во всех регионах, поэтому опыт друг друга может оказаться полезным. Еще тверские парламентарии получили приглашение просоединиться к следующему автопробегу. Так как мероприятие в том числе посвящено поддержке специальной военной операции, делегацией из Санкт-Петербурга был передан груз на передовую. Это устройство радиоэлектронной борьбы. Они доставили важный груз на передовую нашим ребятам. Это все сделано не просто со смыслом, а еще и с эффектом, в том числе материальным эффектом. Поэтому коллеги попросили нас присоединиться. Может быть в следующем году и от Тверской области кто-то присоединится. Это сплачивает и в конечном итоге ведет только к одному – к единству нашей страны. К автопробегу уже присоединились в этом году участники из Волгограда. Организаторы надеются, что в следующем году команда пополнится новыми участниками из столицы Верхневолжия. Далее участники автопробега «Дорогами Победы» поблагодарив тверских коллег за радушный прием и плодотворную встречу отправились обратно в Санкт-Петербург.